В имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня день воскресения Господа нашего. И разом с ним, такие, еще один важный день для многих молодых людей и детей, початок научного года, День Ведов. И возбитые два дни, и церковный день, неделя, и детей, День Ведов, верьми, понеския, по своим взвестиям. Тому, что росты есть науки, физика, гимия, математика, есть гуманитарные науки, литература, история, философия. А есть наука самая важная и самая потребная. Это наука христианской веры, истины Христовой. И вот сегодня у Евангелии нам рассказывается одна из притчев Господних, яку ее сказал, как научить усих своих учням, усих своих последовников. В этой притчи царство Божие порогновывается с земной державой, с царством земным. Этым царством молодая человек, правитель, цар, яки дае кожному отповедные посады призначае, дае обовязки, а потом подрагуе справосдачим, як человек справляется на своим весце. Вось так, в этой притчи Господь нам усим каже, что так, як цар, або правитель краины, потравуе справосдачим от своих жихаров, от своих чиновников, так и от нас, от кожного нас, Господь потравуе так само справосдаче у нашим житти, у тем, як мы живем. У притчи сказано, что этому цару один человек был повинен отдать великий долг десять тысяч талантов. Талант – это старожитная такая мера ваги, а потом и грошовая одинка, и она сама по себе великая. Ну, а сумма еще больше великая – десять тысяч талантов. На царковнославянской море десять тысяч называется словом «тьма». И часом мы уживаем, але чавось тивень немного, можем так само ужить это слово. Але именно по царковнославянскому десять тысяч называется словом «тьма». Так вот, этот человек имел великий долг перед царом тьму, альбо десять тысяч талантов. И он не мог чем заплатить этот долг, пошел до цара с просьбой, с просьбой просто пробачить, поджигать. Хоть и он напевно и сам этот человек разумел, что это такая сумма, як мы ее николем жити не сможем отдать. Ну, а не во всяком разе у него был намер. Намер поступого кольки можно отдавать. Им кажется ему потерпи. и я усе отдам тебе. Ведь это была вельми великая сумма. И царь оказался человеком милостивым, милосердным. Он не только дал ему некий час, а я и пробачил увесь долг полностью. вельми, потом рассказывается вкрытче. Это человек, который, сдавалось, должен быть настолько радостным, счастливым, что ему царь пробачил такой долг и шел от него и по дороге с устрем своего товарища, который был повинен ему у поравнания зусит невеликую сумму грошей сто динария. Правда, сказать, что это зусит была, я было неправильно, динарии в той час это была, можно сказать, суточный зарубок. Вот звичайно такая середняя оплата за один процентный день. Так что сто динарием это такая сумма почти которую человек мог зарабить за три месяца за лишним. Але у поравнания з десятью тысячами талантов это была абсолютно мизерная сумма. Неправнально меньшая. И вот этот человек сустрел своего товарища, який повинен был ему вернуть долг у сто динарием и почал настойливо потребовать от его. Отдавай! Человека не было чем отдать и он стал просить его тыми самыми словами, якими йом той, что подробовал звертался на цара потерпи, потерпи, я ще поджекай и я отдам тебе. Але хоть этот человек от цара отрывал пробожение и увесь долг был, можно сказать, абсолютно списанным, йом не захотел тое самое зарабить с гэтой зусим и великой суммой и стал душить гэта своего товарища отдавай, отдавай и погрожать йому, что и его, и его семью йом отдасть у темницу, у туру за гэты долг. И про гэта доведалися иншые люди и поведали цару, что визгытый человек оказался таки немилосердный. его царь выкликал и пытая его, кали я таве прабачил таки великий долг, то ци ты не повинен бы зарабить тое самое удочинение твоего друга, твоего товарища, які мил перед тагою намного неправдально мельже долг. Ценебар табло гэты долг ему прабачить. И пасле гэтага дакору ён загадал гэтаг челавека кинуть у темницу, покарать. и бачите, покарать не за долг, тому, что долг ему пропад жил, а покарать за его жесткость, за его немилосердность. И вот Господь, рассказавши гэтую притчу, потом кажа своим учням, так и Отец Небесный зробить с вами, с кожным з вас, каи вы адусе его сердца не пропаджете ближним вашим їхніх долгов, альба їхніх грахов супрэц вас. Эта заправды вельми важная и такая глибокая притча для нашего разумения. Цар упрэцжи это Господь Бог, який дал нам усе, ян нам дал жить все, створы человека и весь свет. Ян дае нам здоровье, ян дае нам весь новокольный свет, в яким мы живем и корыстаемся добротами этого света. Господь нас, людей, які согрешили, выкупил свою смерть, цю на крыжи от вечной погибели и дарує нам, пропожає нам усе наши грахи. его стогу, кожен из нас з'являється соправді у неопланты довгу перед Богом. ми доушніки перед Богом. І дох наш заключається в тым, каб усе життє, Богу дяковать за те, що я нам дає, і просить пробачення його кається в тым, у чим ми неправильно користаємся усіми тими добротами, усім тим, що Господь дає нам і здоров'ям нашим, і тими матеріальними сроками, які ми маєм. У гэтым у чим ми неправильно розборожаємся не на добро, а на зло і собі і ближнему в цьому натриву перед Богом кається. І разом з тим Господь навчає нас, що ми можем различувати на тое, що нам Господь наші довги альбо наші грехи прабачить тільки тады, коли ми а до сього серця будем прабачать тия кривды, тия несправедливості, тия грехи, які нікі люди робять супрати нас. У житті часом буває інакше. Чоловік живе далеко ад Бога, чоловік не дякує Богу за то, я жто от Його накрымав, чоловік думає, що толькі дякуючі своїм силам йон майя і разом стыд, коли здарається, що дєфта у адміся до Його рубить нікію неправду, тоді, він готов додаваться справедливості любой ценой і лічит це правильно. Господь нас мучить быть милосердними і на себе звертать увагу, наконки мы живе правильно, наконки мы держиться все в относі нас до Бога, викорбує тіє обовязки і заповіді, які нам Господь дал. і наконки ми умеем бути милостивими і проваджать ближним. От гэта каже сьогодні нам Господь задержить наша вечність. Кай ми будем проваджать інші, то і Господь нам проваджить. Вось такі можна сказати перші урок евангельський, перші на вересні, у перші день навучального года нам Господь сьогодні дає. і дай Бог, каб ми гэты урок засвоїли і в свой час, каі працтанім перед Господом, можна сказати, здалім той самай важный экзамен у нашым жінці, які таксама чакає кожного з нас. Амінь. Спаси Господі вас.